В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Малащицкая. Здравствуйте! Мощная и маневренная, надежная и экономичная, широкозахватная и высокоточная. Именно к такой технике стремятся сегодня аграрии. Именно такая представлена в Краснодаре, на масштабном сельхозфоруме «Юг Агра». Сколько лошадиных сил под капотом самого мощного универсального трактора в мире? Об этом расскажем в первом материале нашей программы. На выставке, как в поле, бок о бок, комбайны, тракторы, почвообрабатывающие орудия и посевная техника. И это не случайно. Машины не просто выставочные экспонаты. Уже зарекомендовали себя в работе. Здесь в данный момент представлены две зерноуборочные модели, две кормоуборочные модели. Все представленные комбайны уже работают у нас в Ростовской области. Комбайн «ЖС-12» намолотил 4531 тонну за весь период уборки. Кроме этого, его среднесуточный намолот составил около 200 тонн. Выставка «Место встреч» и «Общение аграриев». Об этих тракторах они говорят с одобрением. Когда площадь обработки в хозяйстве почти 14 тысяч гектаров, есть все возможности оценить их преимущества. У нас они отходили по 15-17 тысяч. Удобные для механизаторов. Сейчас поменялось время. Другие технологии, другие орудия покупаем. Вот сейчас нам замену им пришло 500 сильный. В век энергосбережения и максимальной эффективности конструкторы добавили не только еще одну сотню лошадиных сил под капот трактора, но и объединили в машине гидростатическую и механическую систему распределения мощности. Отсюда экономичность и надежность. Высокий момент вращения обеспечивает трактору при суровой внешности легкую динамику движения. Дело в том, как скомпонован сам трактор. Бывают трактора разного типа, ширина сочленной рамой такой мощности трактора есть. А в универсальной компоновке трактора это единственный трактор в мире. Знают, что предлагают. Официальный представитель крупнейших мировых машиностроительных заводов о работе любой техники может рассказать, исходя из собственного опыта. У нас же есть свои хозяйства, где мы какую только технику не испытывали, были те производители, которым мы сказали нет, потому что техника не подходит. Поэтому самый лучший способ понять селянина, это самому быть селянином. У нас уже больше 10 лет свои хозяйства. Аграрии не только знакомились с инновациями и строили планы на перевооружение своих предприятий. Сертификаты на льготную покупку запчастей, полезные в любом хозяйстве подарки, стали лотерейным сюрпризом для гостей экспозиции. Супер-призы, знаменитый разбрасыватель удобрений и плуг для счастливчиков оказались неожиданным решением ближайших задач. 500 гектаров. 500 гектаров. Ну вот нужно в хозяйстве? Да, как раз нужно, хотели приобретать. Фирмы в хозяйствах рядом работают нормально. Хотели себе такое приобретать. Ну вот повезло. А это уже не везение. Годы плодотворного сотрудничества. Лучшему дилеру в России особый знак от немецкой фирмы «Лемкин». Забота о клиентах, уровень продаж, сервис компании «Бизон» стали для крупнейшего производителя почвообрабатывающей техники в Европе главными показателями российского уровня в поставках сельхозтехники. Масштабный форум в Краснодаре – это еще и место, где принимают важные для дальнейшей работы решения. В Ростовской области будут применять новые методы мониторинга полей. Региональный филиал Россельхозцентра и компания, имеющая наработки фитомониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов, подписали договор о сотрудничестве. Масштабная аграрная выставка в Краснодаре – это почти 700 компаний-участников из 32 стран мира. Место для заключения инновационных соглашений. Совместно с компанией «Летай, смотри» начинаем проект в Ростовской области, к которому мы долго готовились, более двух лет изучали различные методы борьбы с опаснейшим вредителем наших полей, особенно кукурузой, овощей, хлопковой совкой. Метод заключается в том, чтобы с помощью беспилотных летательных аппаратов вносить на поля биологический агент. Это значит, на поля разбрасывают природных врагов, совки и других насекомых-вредителей, так называемых паразитов-энтомофагов. Технология разработана в советские времена, но тогда их вносили на поля вручную или с помощью специальных лент. Сегодня к этому методу возвращаются с помощью летательных аппаратов. Использование беспилотной авиации для биологической защиты, различных культур. Наша задача, опять же, опробирование технологий, которые уже у нас есть в различных районах Ростовской области, среди партнеров Росфельхозцентра, клиентов Росфельхозцентра. Плюс какие-то технологии для нас, они новые, мы их только начинаем. Доработанные беспилотники позволяют более точечно и эффективно проводить работу, в отличие от дорогостоящего применения авиации и механизированных способов, которые теряют результативность в период созревания урожая. Таким образом, энтомофаги могут стать либо выгодной альтернативой пестицидам, либо комплексным дополнением к ним. Результаты желающие смогут оценить в Ростовской области на опытных делянках, которые партнерам предоставит региональный Росфельхозцентр. Лауреата в премии «Человек года» наградили в Ростове. Ее вручают тем, кто трудится на благо Донского края, вносит значительный вклад в его развитие. Лучшими в своих профессиях в разных номинациях признаны 15 человек. Аграрием года стал атаман станицы Кутейниковской, фермер и хлебороб, меценат и строитель Валерий Нестеренко. В этом году хозяйство, которое возглавляет Валерий Нестеренко, вырастило рекордный урожай в Зимовниковском районе. Но не только хлебом единым жив человек. Обустройство родной станицы для агрария года не менее важное дело. Всем же хочется жить хорошо, красиво, чтобы была инфраструктура нормальная, чтобы были нормальные детские сады, нормальные школы, нормальное обслуживание, там та же торговля. Ну, не знаю. Мне, например, хочется, чтобы в моей станице было все красиво. Получается жить красиво. Вкладывая свои средства и мобилизуя других сельчан, Нестеренко воплотил давнюю мечту станишников – построил храм, который открыли на покрова. И значительную часть заработанных средств по-хозяйски использует для обустройства родной станицы. Газифицированная мастерская, автогараж, столовая, школа, дом культуры и другие объекты. Финансирует местную футбольную команду – детские казачьи ансамбли. Выделяются беспроцентные суды на строительство жилья в размере одного миллиона. Платится материнский капитал молодым семьям в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Не каждый руководитель, к сожалению, это делает. И вообще, Валерий Михайлович замечательный человек. Он является атаманом казачьим в станице. Аграрии года – высокое звание и общественное признание заслуг человека на земле. От праздников к будням на полях сейчас важно не упустить момент, чтобы не потерять только что взошедшие озимые. Мыши для аграрьев – многочисленная опасность, особенно когда поля укроет плотный слой снега. В хозяйстве Неклиновского района ситуацию считают угрожающей для будущего урожая. Мышиных нор в этом году больше, чем в прошлом. Борьбу ведут с октября. После первого снега снова в поле. И почва твердая, и жилище вредителя видно лучше. Оно же видно, где мыши откапывают норки. Их видно. И по следам. Смотрите, видите? Их же видно. Мыши под снегом питаются остатками урожая, озимыми. А главное – плодят бесчисленное потомство. Обработанное специальным раствором зерно доставляют прямо к норе. Особый агрономический метод борьбы. Чтобы вред такая еда принесла только вредителям-грызунам. И не попала в пищу диким птицам или другим животным. Хотя эта приманка и так для остальных представителей фауны безопасна. Обработана специальным биопрепаратом, который смертельно опасен только для мышевидных. На данный момент мы ведем борьбу с помощью бактериологических препаратов и химическим воздействием. Агрономический отдел посчитал, что это наиболее эффективно будет на данный момент использовать два метода. Во-первых, если использовать бактериологическую приманку, ее можно использовать один раз. Меньше всего она воздействует на окружающую среду, не так пагубно. Ну и она в долгоиграющей перспективе наиболее эффективна. В разных районах области ситуация с нашествием мышей на полях разная. Но специалисты советуют проявлять бдительность. До большого снежного покрова еще есть время избежать создания колоний и сохранить посевы. Надо не забывать, что у нас есть лесополосы, многолетние травы, где происходит резервация мышей. И потом они начинают при похолодании выходить на зимый клин. То есть тут опасность состоит в том, что допустим пропустите неделю-вторую и мыши могут уничтожить 50% урожая. Расширяются поставки донской продукции за рубеж. Рыбу из Ростовской области любят и ценят далеко за ее пределами. Но не только о вкусе, о правилах международного экспорта должны позаботиться производители прудового товара. Рыбу из Ростовской области Всем требованиям предприятия соответствует. Меусский лиман, лидер рынка живой рыбы, в этом году отмечает свой 45-летний юбилей. Мы постоянно совершенствуем технологии выращивания, реализации отлова товарной рыбы в Меусском лимане. Увеличиваем видовой состав, аквакультуры. Мы работаем над тем, чтобы удовлетворить на сегодняшний день возросшие потребности наших людей. Успех достигнут за счет соблюдения всех норм и правил хозяйствования в водных глубинах. Уход за живым серебряным товаром круглосуточный. В собственной лаборатории проверяется здоровье рыб. А инспектор имнатория может оценить качество улова. Замечательно. И размер у нее. Хорошо. К осени в прудах созрело полмиллиона тонн популярной на прилавках рыбы. Активно идет ее отлов и реализация. А про запас на зимний период. Рыба хранится в открытых садках, где созданы все условия для ее сохранности. Самое главное – вода. Ее достаточно. Глубина бассейна в до 4 метров. И кислород важен, которым насыщается вода. За этим у нас следят рыбоводы. Поддерживается уровень кислорода, нужный для жизнедеятельности рыбы. То есть у них есть аксиометр, который меряет кислород, то есть прибор специальный. Ну и дача. В принципе, это не только здесь, в крытом садке, это и по всем прудам. То есть у нас с этим довольно-таки все налажено. Также проверяется уровень кислорода и в открытом водоеме. Лиман и его обитатели под контролем. Осенняя жатва на водной глади продолжается. И вскоре донскую рыбу распробуют в соседних республиках. Часть потраченных из семейного бюджета денег можно вернуть. Для жителей сельской местности действуют специальные льготы, о которых мы расскажем на примере Тацинского района. Сюжет наших коллег Тацинской телекомпании. Расходы Елены Семеновой из станицы Тацинской на оплату коммунальных услуг и твердого топлива значительно превышают допустимую долю собственных. Поэтому уже несколько лет подряд она оформляет субсидию. Сегодня по истечении полугода принесла обновленный пакет документов. Мы пользуемся регулярно с 2014 года. Пользуемся. Очень нужная услуга и хорошая подспорья в нашем семейном бюджете. Вместе с этой семьей за истекший период 2017 воспользовались субсидией более 880 собственников и нанимателей помещений. Общая сумма выплат составила 5 миллионов 700 тысяч. В среднем по 1 тысяче 286 рублей. Главное условие при расчете – отсутствие задолженности по коммунальным платежам или предоставление заключенного соглашения об уплате с поставщиками газа, света или воды. Расчет субсидий у каждой семьи индивидуальный. Здесь зависит от многих исходных данных. Это и региональный стандарт на данную семью, и проживание в частном, либо в многоквартирном жилищном фонде, и количество членов семьи, и доход данной семьи, и доля допустимой расходов из совокупного дохода семьи. То есть много факторов, которые, скажем так, влияют на размер субсидия. Активными получателями социальной поддержки в нашем районе являются жители Тацинского, Жирновского, Углегорского, Быстрогорского поселений. Самый низкий охват – в Скасырском и Ковылкинском. Как отмечают специалисты УСЗН, с началом отопительного сезона количество получателей увеличивается. В октябре количество семей составило 300 семей. Это на 161 семей больше по сравнению с сентябрем 2017 года. Право на субсидию имеют и льготные категории граждан, получающие в том числе и компенсацию, кроме педагогических работников. Здесь тоже произошли изменения. С 1 марта этого года поменялся порядок расчета компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг льготниками. Теперь размер выплат зависит от фактических платежей, но не более нормативов потребления, которые устанавливает региональная служба по тарифам. Например, норматив потребления электроэнергии зависит от категории жилого помещения. Многоквартирный или частный, количество комнат, чем оборудован и другие факторы. Для граждан, которые проживают в многоквартирном жилищном фонде и отопление газовое, конечно, у них размер компенсации по новому порядку уменьшился. А вот для граждан, проживающих в индивидуальном жилом фонде и отопление твердым топливом, там, конечно, размер компенсации значительно увеличился. Средний размер компенсации на твердое топливо составляет 13 тысяч рублей. В текущем году компенсации на твердое топливо уже получили около 480 человек на сумму более 5,5 миллионов. Предоставить документы на любой из упомянутых видов государственной поддержки или получить консультацию можно ежедневно, кроме выходных, в Управлении социальной защиты населения. На сегодня это все. Через неделю в это же время мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио».